Современного школьника почти невозможно заставить читать, говорит преподаватель литературы Людмила Егоровна Полуянова. Можно только заинтересовать. Но сначала родителям стоит войти в положение ребенка и понять классику, ему читать трудно. Берем список летнего чтения шестиклассника, Дубровский. Открываем первые страницы, а там генерал-аншеф, дородный, 16 горничных. Сам ребенок осилить не сможет. Он не понимает, о чем речь. Поэтому наша задача, как родители, сесть вместе и прочитать. Идите от интересов ребенка, расширяя через книги его знания о мире. Превратите чтение в увлекательный труд, советует педагог. Если в списке летнего чтения, который дали в школе, только классика и нет книг современных авторов, надо самим поискать вместе с ребенком те книги, которые будут именно ему нужны и интересны. Купите книгу красивую, с красивыми иллюстрациями. Пусть он сам поищет. Например, у многих детей комиксы можно увидеть на столе. Особенно мальчишки зачитываются. Как правило, это, предположим, история о сверхчеловеке. Вспомните свое детство. Мы все зачитывали с Гербертом Уэллсом «Человек-невидимка». Предложите ему прочитать. Если ребенок увлечен популярной серией о Перси Джексоне, предложите ему узнать больше о героях-олимпийцах, прочитать адаптированные легенды и мифы Древней Греции. Современные дети, мне кажется, принципиально отличаются от нас с вами тем, что если нам говорили «надо прочитать», мы брали этот список, шагали в библиотеку и по списочку ставили галочки и брали эти книги. А современные дети делают только то, что им нравится. Хорошо, если преподаватель литературы, давая список книг на лето, пояснил, почему именно эти книги надо успеть прочитать до первого сентября. Но если список полностью совпадает с программой школьного курса, это особый случай. Чтение оправдано только в том случае, если речь идет о старшеклассниках. Такие произведения, как «Война и мир», «Преступление и наказание», «Тихий дом» не осилить в течение учебного года. Ребенок загружен, помимо литературы, другими уроками. Во-вторых, читать программные произведения, наверное, нужно тем ребятам, кто помимо основной школы активно занимается в спортивной или музыкальной. В остальных случаях, на мой взгляд, программные произведения летом ребенок может не читать, а оставить на учебный год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова